Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор держимого коробки вот этой небольшой сборной масштабной модели а масштаб 1.35 российской тульской фирмы Ган Тауэр советский легковой автомобиль ВАЗ-2002 в окрасе спецслужб и как вы на коробке можете видеть это окрас советской милиции У Ган Тауэр существуют еще и другие автомобили ВАЗ-2001 и 2002 которые мы и будем смотреть 2103 и 2111 но остальные модели показывать не буду кроме кузова отличий от набора нет Некоторое время назад вы видели обзор похожей модели от этой же фирмы было достаточное количество отрицательных отзывов по поводу цены и по поводу того что кузов машина изначально состоит из двух частей и то что его при сборке очень тяжело будет грамотно и красиво собрать производитель не оставил это без внимания я сейчас говорю не про цену а именно про то что кузов модель в этом наборе уже состоит из одной полноценной детали для сравнения хочу показать и кузов старой модели вот он перед вами модель полностью сделанной из смолы посмотрите какое качество очень хорошее литье отличная деталировка абсолютно гладкий кузов шлифовке нужен будет минимум а вот нижняя часть кузова уже сделана из двух половин с ней придется повозиться отпилить, обработать и аккуратно склеить между собой с кузовом мы закончили теперь открою первый пакет деталями из набора колеса в наборе четыре колеса запаски нет колеса отлиты вместе с диском-клопаком хорошее качество хороший протектор два передних кресла каждая отлита одной единой детали а вот и задние кресла вернее задний диван он уже отлит двумя частями спинка дана отдельно крышка багажника посадочное место под стекло придется освободить от смолы но это совсем недолго и нетрудно задний мост автомобиля и торпеда открываю следующий пакет здесь у нас мелкие детали от ходовой части стопицы стопицы глушитель выхлопная труба передний бампер передний бампер дан с местом под государственный регистрационный номер задний с фонарем заднего хода так как госномер устанавливается на крышку багажника так идем дальше руль различные рычаги даны на таком синим полупрозрачном материале зачем честно говоря не знаю на ощупь больше похоже на резину я не смог определить зачем такое большое количество рычагов в инструкции их намного меньше это у нас спецсигналы милицейские приблизковые маячки крепление на крышу кузова автомобиля так называемые люстры громкоговорители громкоговорители рычагные детали решетка радиатора состоящая из двух деталей первая с поперечными полосами вторая с продольными зеркало заднего вида одно наружное левое правое на автомобиле не устанавливалось второе внутреннее значок лада стеклоочистители и брызговики отражатели фар очень нужная вещь пленка имитация всех стекол за исключением лобового пленка уже прорезана под размер что очень и очень удобно а вот и лобовое стекло вот его придется подгонять под размер проволока для ходовой части и линзы передних фар декаль дана на 4 варианта милиция советский союз народная полиция гдр общественная безопасность чехословакия и полиция венгерской народной республики естественно что есть государственные регистрационные номера вот такая инструкция по сборке спецсигнала и инструкция по сборке самого автомобиля самой модели инструкция цветная небольшой лист декалей совсем не скажу что очень все подробно показано но в принципе все понятно так как деталей в наборе небольшое количество и инструкция по нанесению декалей также в цвете и на данный момент все данный набор вы можете приобрести на нашем сайте i-modelist.ru большое спасибо за просмотр задавайте вопросы комментируйте ставьте лайки если понравилось увидимся услышимся до встречи и и Продолжение следует...